Здравствуйте, дорогие мои друзья! Сегодня 12 июля, и своеменина в этот день совершают христиане, нареченные в честь святых Петра Павла Григория. Мир и благословение Божие, да пребывают с вами, дорогие именинники, радости вам и мира, а Духе Святом. Сегодня мы прославляем святых первоверховных апостолов Петра и Павла, удивительных учеников Христовых, ближайших учеников. Хотя Павел не видел Христа во плоти, у него встреча произошла особым образом. Петр был одним из первозванных за Андреем. Давайте немного поговорим об этих удивительных подвижниках, мучениках Христа ради, святых апостолов. Оба они закончили жизнь мученически. Петр на кресте, Павел, как римский гражданин от меча, оба в Риме. Петр последним своим желанием обозначил, распните меня вниз головой, я не достоин висеть на кресте, как мой божественный учитель. Петр был достаточно в возрасте, когда призван Господом. Павел очень молодым человеком. Петр простым. Павел одним из образованнейших ученых Рима того времени. Петр семейный, Павел целомудрен. Петр оставил Евангелие, записанное учеником его Марком. Павел больше половины книг Нового Завета составил. Петр, благодаря своей переписке с христианами разных церквей, пишет письмо, а письмо потом становится священным писанием. Петр призван лично Христом, когда вымывал сети после лова рыб. Господь кротко, идите за мной, я сделаю вас ловцами человеков. Они, оставивши все, последовали за ним. Павел призван явлением Господа ему на пути в Дамаск, куда он шел, горя искренней ревностью о славе Божией, о том, как он понимал славу Божию. Он, желая предавать смерти нововозникшую ересь, как ему казалось, христианство, получил от этого документы, от Снедриона. На пути осеял свет, и он услышал голос. «Саввл, что ты гонишь меня? Трудно идти тебе против рожна. Кто ты, Господи? Я Иисус, которого ты гонишь. Что мне надо делать, чтобы спастись?» восклицает Павел и получает ответ. «Иди в город, найди ученика моего, Анани, он тебя научит». Павел слепнет, но исцеляется от слепоты в крещении, и слепоты телесной, слепоты душевной. Пётр — ближайший ученик. И где бы Христос не совершал самые яркие чудеса, самые сильные, сложно подобрать слова, всегда в присутствии Петра, Якова и Иоанна, своих ближайших учеников. «Тайная вечеря» умывает ноги, приходит к Петру. «Не умоешь ног моих вовек. Если не дашь умыть тебе ноги, не имеешь части со мною. И руки, и головы, и всего мя умой». Господь говорит, да, все вы соблазнитесь обо мне в эту ночь. Пётр говорит, если все, но не я. Я до смерти с тобой душу свою положу за тебя. Душу свою положишь. Сегодня прежде не возгласит петух, как трижды отречёшься от меня. Величайшее испытание. Смирить самоуверенность Петра, самонадеянность. Жесточайшее смирение. Но по силам, чтобы пробудить в Петре покаяние и нищету Духа. Петра отрекается. «Не знаю человека сего, не знаю, что глаголите». Поёт петух. И Пётр вспоминает, что Господь говорил несколько часов назад. И горько, горько плачет. Но не отчаивается. Остаётся среди учеников. Они его поддерживают. Проходит три дня. И на озере Тивериадском. Совершенно потрясающий эпизод. Один из любимейших мест Евангелия. Господь на берегу. Ученики в море ловят рыбу, ничего не поймали. Дети имать или что снедно? Нет. Закиньте Одесную страну корабля и обрящите. Закинули сети и не могли вытащить от множества рыб. Иоанн говорит Петру. Господь есть. Пётр, как только услышал, что это Иисус, припоясался полотенцем, бросился в море и скорее доплывает до берега. Выходит и не решается подойти. Скоро и корабль с учениками подошёл, вытащили сети. Господь говорит, придите, обедайте. Представляете? Христос воскрес. И первое, что Он делает в явлении ученикам, Он их кормит рыбкой жареной с хлебушком. Вот Богу, Творцу Вселенной, больше делать нечего, как своих учеников, а Он их не упрекает. Что вы все разбежались, расползлись? Он проявляет к ним любовь. Принесите от тех рыб, которых вы поймали. Пётр вытащил сети, и все были в шоке. Даже посчитали 153 рыбы, сколько поймали. И Господь обращается к Симону. Он уже потерял имя Пётр. Пётр — это камень. Симон — это его, так скажем, имя до крещения, до посвящения. «Симон Ионин, любишь ли меня больше сих?» И трижды спрашивает. В третий раз Пётр оскорбел и в то же время осознал, почему трижды отрёкся, трижды восстанавливается в апостольстве. «Господи, Ты всё знаешь, Ты знаешь, что люблю Тебя. Спаси, агнцы мои». И далее говорит, что раньше, когда был юным, то шёл куда хотел, а теперь иной Тебя пояшет. И воздержишь, что распростёшь руцы на кресте. Пётр, от счастья, что его Господь простил, говорит, «Господи, а вот тот-то, он-то как будет?» об Иоанне, богословии. И Господь ему говорит, «Это не твоё дело. Ты, главное, иди за Мною. А как он, я о нём позабочусь». Апостол Павел, маленький, энергичный, холеричного типа, неуспокоенный, всё время стремящийся к движению. За время своих путешествий он пешком обошёл по акватору, землю. То есть он прошёл за время проповеди 40 тысяч километров. И всё время свидетельствовал о Христе. Господь дал ему великую благодать. Он был восхищен до третьего неба и слышал неизреченные глаголы. То, что человек не может передать. В этом говорит, что «Око не видел, а ухо не слышал, на сердце не приходило, что Бог уготовил любящим Его». Но дано мне жало в плоти за высоту откровений. Трижды я молил Бога, чтобы Он избавил меня от всего мучения. Но Господь сказал, «Довольность Тебя, благодатью Моей, сила Моя в немощи совершается». И Павел имел немощь, имел скорбные обстоятельства жизни. Причём многие думают, что вот придём к вере, и жизнь станет малиной. Ну, конечно, малиной. Но с одной стороны, да. А с другой стороны, сколько и Пётр, и Павел, сколько в тюрьме сидели, сколько раз до полусмерти избивали камнями, палками, сколько раз в голоде, в холоде, в кораблекрушениях. Но Господь везде сохранял. Сохранял и умножал их радость сердца. Хотя скорби сопровождали их всю жизнь. Беды от врагов, беды от сродников, беды от лжебратья. И постоянное напряжение души, тела, которое рождало бесконечную устремлённость к Богу, надежду на Него. И понимание, что если с нами Бог, то кто против нас? Кто Он и отлучит от Любви Божией? Смерть или жизнь? Настоящее или будущее? Ни ангелы, ни какие небесные силы, ни высота, ни глубина, ни иная тварь Кая возможат разлучить и нас от Любви, и Живо Христе Иисусе Господе нашим. Будем утешаться праздником этих удивительных святых, будем просить у них крепкой веры и любви ко Господу, будем стремиться подражать им в малом, совершенно, конечно, несопоставимом с их трудами, усилиями. И будем радоваться, что у нас с вами есть такие учителя, молитвенники, наставники, что, глядя на них, взирая на их жизнь, и мы можем потихонечку выправлять свои немощи. Помогай нам всем, Господь! С праздником, дорогие мои! Субтитры создавал DimaTorzok